Люди России сейчас ищут пути развития страны, и в поле зрения у большинства из нас уже знакомые направления. Первое – это продолжение идеологии рынка, а второе – это опыт недавнего прошлого. Но все эти направления имеют в своей особенности противоречие, и именно об этом я хотел бы в своем докладе поговорить. Первое – это противоречие между рынком, прибылью, как главным управляющим аргументом и здравым смыслом самой жизни. К чему вот такое ведет идеология рынка? Предположим, человек идет по лесу или по горам, и к нему на тропу выходит разбойник, и начинает угрожать оружием. Путник оказался запасливый, достает нож, и тогда разбойник говорит ему, какой у тебя хороший нож, продай мне его, и я тебе дам много денег, вызывает сумму. Путник соглашается, ему выгодно, разбойник отдает ему деньги совершенно спокойно и честно, забирает нож, и после этого совершенно спокойно забирает у Путника все. Мы увидим, что вот такой идеологии нет будущего. Второе противоречие, которое мы сейчас наблюдаем, это декларируемая свобода, как бы свобода рыночная, она, в общем, превратилась так, что вроде как свобода есть, но ее одновременно нет. Дело в том, что у кого деньги, тот и прав, как вот эта вся такая, если свобода в том числе, то она фактически используется одними для того, чтобы полностью лишить свободы других, а иногда даже и уничтожить. То есть, ее свобода становится своим полным антиподом. Третье противоречие, и, наверное, самое главное, это, с одной стороны, рынок и выгода, как главная система координации, ее животным цинизмом, агрессор и захватчик ресурсов. С другой стороны, сохранение человеческого лица, гуманность, человечество, облик настоящего человека и любовь, как главный смысл жизни человека. Примерно так же ставят эту дилемму, ну, только другими немного словами, в своей книге Ефимов Величко и Иманов, в книге «Экономика и ноосфера». И это самое принципиальное противоречие, вставящее у нас перед выбором к любви Богу или к Люциферу. Фактически это вот так. И тут комментарии какие-то, наверное, излишни. Рассмотрим еще другое направление. Оно обращается к лозунгам равенства, братства и справедливости. Однако здесь есть свои трудности, и, в общем, трудности, нуждающиеся в доработке. И главный, наверное, момент, который я бы выделил, это, ну, как бы, противоречие между словом и делом. Декларируемая свобода, братство превратились в лицемерие, которое привело к распаду Советского Союза, причем, свершенного самими управляющими структурами. И на сегодняшний день левые партии фактически являются брокерами, которые на идее равенства и справедливости зарабатывают деньги. И вопрос не праздный, как соединить слово и дело. Ведь иначе получается общество, также ориентированное на личную выгоду и повторяющие противоречия, отмеченные ранее. К этому списку следует добавить еще пятое противоречие. Между интересами людей, их знаниями и подходами к взаимодействию с внешним миром и теми законами, по которым построен и существует весь космос. Притом породившие человека самого. Сложившиеся отношения неизбежны, как мы просто это видим, облюдаем. Оно приведет к экологическим, социальным или другим неблагоприятным результатам. В частности, этому несоответствию закону мироздания способствует. Еще противоречие. Это дуальность обычного человеческого мышления, приводящая к разделению мира на черное и белое, приводящая к крайностям, в том числе и гражданским войнам. Такое мышление разрушительно, дуальное мышление, оно разрушительно самой своей основе, из-за вот этих крайностей, из-за вот этого маятника. Примеры этого мы видим по упомянутым выше противоречиям рынка, возведенного в крайность. Номер семь. Линейность мышления. Считается, что результат соединения объектов или факторов является суммой свойств отдельных объектов с некоторыми коэффициентами. Это грубая модель, по сути иллюзия. В условиях опасности и необходимости выживания это позволяет сделать быстрый прогноз. Но мир намного сложнее. В нем есть три больших не. Необратимость, нелинейность, неустойчивость. По всем перечисленным противоречиям можно сделать выводы, что данные модели имеют неверную, видимо, чисто материальную систему отчета, или меры, и лишены главной точки опоры, главной точки отчета, связанные с основами строения космоса. И этой точкой отчета является любовь, про которую мы все говорили. Про та искренняя настоящая любовь, которая делает космос большим, единым целым. И она есть цель и мира всему для человечества и космоса. И, разумеется, та тонкая информационная сфера, в которой она находится и должна быть, наполнять ее, из которой начинаются все намерения, а значит и промысел. И там надо искать причину, а не в материи. Если там нет этой меры и цели, нет любви, то беда. Вот она и получается уже следствие, которое мы имеем. И без искренней любви к людям все благие предложения и лозунги являются лицемерием, априори. Я думаю, что вы все с этим согласитесь. Итак, противоречие 8. Тоже вот оно, как бы немножко тоже об этом. Это лицемерие всех политических сил. Они все радеют за людей, вроде как, за человечество, ну там, за людей, за страну, да? И за процветание России. Если это так, то почему они не обратятся к знаниям, переданным высшим космическим разумом, создавшим нас и протянувшим нам руку помощи? Что может быть эффективнее и надежнее для России? Но все продолжают, как бы, политические силы, они вот свою линию, вот так и продолжают. И, в общем, продолжаются подходы дуального и линейного мышления. 6,7 противоречия в нашем списке, да? И, в общем, противоречия, вот эти вот мышления самого, они уже ведут в пропасть, фактически. И создатель-то учит другому мышлению, с уже другими возможностями. Этот контакт продолжается, в общем, он состоялся в 2004 году, и он продолжается до сих пор, а получаемая информация подтверждена научно, включая показания приборов. Но по-прежнему всеми предлагаются такие варианты, которые мы сами хотим, а не космос или люди. Вообще-то люди тоже, их мало кто спрашивает. Это еще одно по счету противоречие, вычеркивающее нас из эволюции космоса. Так все же, куда идем? К Люциферу, то есть рыночный цинизм и бездушие, против Бога и законов космоса, или к Богу, к космосу, к высшему разуму, к любви и человечеству? Вот вопрос, вот это вот так и стоит, да, у нас сейчас. Добавлю еще. Идеология, допустим, своя хата с края, вот тоже хочется мне сказать об этом. Это, по сути, вычеркивание себя из жизни, из общества, из страны. Настоящий смысл жизни, достойный человека, мы обретаем только вместе. Причем вместе, не в материи, не в мамонии, не в деньгах, не в товарообмене. Хотя я не отрицаю, как раз это тоже все, когда мы дополняем друг друга и делимся тем, чего у нас в избытке, это хорошо. Но прежде всего, именно в душе, именно в душе, в духе, в нашей культуре, науке и определяется это все нашей дружбой, нашим единодушием, нашим, так скажем, вече, соборностью и нашей единой великой целью. И нужно, конечно, понимать, что вечь и соборность, которые, друзья мои, конечно, отличаются от общих примитых, подчеркивают, ну, как бы они. И вот, конечно же, вместе, в душе, потому что не может быть культуры, поэзии, музыки на основе потребностей материи и мамонии. Это вообще разные. Я думаю, вы все это понимаете. Ну, раз уж зашел разговор о выборе направления, о любви, то нужна научная конкретика. Что говорит современная наука? Как человек науки сообщают, что наука слезам не верит. Она верит показаниям приборов. Тем не менее, современные фундаментальные научные представления подтверждают, что пространство действительно эволюционирует в направлении уменьшения энергозатрат, на противоречие и противостояние. И, в общем, как бы банально это не звучало, направление гармонии и любви. И всем физикам известен принцип минимума затрачиваемой энергии, часто используемой в эволюционных расчетах. И, как сказал в своем интервью доктор физмат-наук Ростислав Феофанович Полищук, член комиссии РАН по борьбе с лженаукой. Он сказал так, вариационный принцип природа сама нащупывает эту гармонию, эту экономную эволюцию. И вот любому грамотному физику понятно, о чем здесь речь. И это все, вот это направление, знание, вот это, как бы, фундаментальные этих вещей, да, позволяет различать правду. Полученные через доктора технических наук Маслова, академик, президент Академии естественных и ментарных наук, вот эти вот знания являются феноменом. Но эти знания полностью соответствуют данному эволюционному направлению. Кроме того, сообщается аналитический инструмент, позволяющий обеспечивать эту эволюцию, принимать решения в этих, которые ведут в этом направлении. По сути, что мы видим? Природа, космос, творящая начало, в соответствии с упомянутым эволюционным принципом или принципом наименьшего действия Гамильтона, в принципе, еще вот так, принцип Гамильтона, да, его тоже называют, сообщает нам, людям, информацию о том, как наилучшим образом обеспечить эволюцию в этом же направлении. направлении любви и гармонии. В результате пазл, указанный фундаментальной наукой, сходится. И нам лишь остается принять это направление и эти знания, и по ним, в качестве помощника, назовем его, творящее начало или создатель. Выстраивать гармонию в обществе, в природе, в космосе, обретая при этом совершенно новые возможности, тем более под его-то руководством, да, у нас канал связи, если с ним есть, это же все меняет, это позволяет сделать эволюционный шаг незапоставимый по каким-то другим, да, и вот предлагаемые создателям эволюционные направления подтверждаются теории решения изобретательских задач, три сокращенные, это чисто эмпирическая теория, она с психологией не имеет никакой связи, она построена на анализе обширных данных по отнесток фондов, то есть сама жизнь, вот, и это еще один пазл, который складывается, я поддерживаю слова Андрея Щербакова, которые здесь подтверждали, прозвучали, о том, что нужна идея, нужен образ будущего, которая, ну такая идея, которая повела бы нас за собой и окрыляла бы, Россия и человечество в сотворчестве с Богом и космосом, эту идею, ну, пример, название такое ориентировочное, это направление мы предлагаем осуществлять, объединившись вместе, и давайте подумаем, чего мы хотим, творить новое вместе с создателем, с творящим началом, или выживать, и все, что из этих двух может сделать у вас, да и любого русского человека счастливым, для этого направления и этой идеи есть все возможности, желание и воля создателя, высшего космического разума, творящего начала, который сам обратился к нам с этим, и контакт продолжается уже в 18 лет, терпению творца можно поучиться, есть наше научное сообщество, Академия естественных и гуманитарных наук, и строгий научный подход по приборам, есть полученные знания, позволяющие решать нестандартные задачи, в которых нужно совместить, казалось бы, даже несовместимые, к сожалению, нет времени на примеры, а главное, мышление, соответствующее структуре мироздания и законам космоса, и вот давайте подумаем, выживать как животное или творить новое с Богом и космосом, выбор, дорогие друзья, за каждым из вас, предлагаю подумать, какими вы нужны, в общем так, вы были бы нужны создателю, но не только создателю, но даже самим себе, какими вы нужны были бы, но при этом, конечно же, надо понимать, что придется сесть за парту, потому что к этому по всему надо быть готовым, ведь жить по любви, с точки зрения науки, это значит, ну, жить по тем принципам и законам, которые делают космос единым большим организмом. КОНЕЦ